Сегодня у нас какое число? Сегодня у нас 9 марта. Да, сегодня у нас 9 марта, вчера был 8 марта. Всех спрашиваю. Сегодня не все, мы еще проснулись. Так, поехали. Давайте тогда поехали. Меня зовут Антон Чехов, и я занимаюсь тем, что... Ну, я в бывшем и, наверное, надеюсь, что в будущем я продавец Амазонтами. Сейчас я занимаюсь тем, что помогаю людям открывать компании и иммигрировать в Соединенные Штаты Америки. Я работаю помощником бухгалтера в штате Джорджия и помощником адвоката одновременно, который находится в штате Нью-Йорк. Адвокат, который развивается иммиграционный. То есть сегодняшнюю тему мы озаглавили, как... Первое, это открыть, как открыть компанию и грамотно ее вести, и второе, именно по иммиграции. Если есть вопросы, пишите, но от начала мы поговорим про первый вопрос, про все, что связано непосредственно с открытием компании, с ее грамотным введением и, соответственно, что мы можем, какие выгоды мы можем с этого получить. Но для себя я отметил три плюса, которые дает американское... наличие американской компании для торговцев на Амазоне, при том, что если, допустим, такой компании нет. То есть есть сейчас, и я так думаю, что это будет больше закрытых товаров, тех товаров, которые нельзя продавать, не имея американскую компанию. Мыло, я не знаю, еще какие-то перепели... Пищициды вот эти... Да, да, да. Вот. Второе, что мне очень понравилось, я на прошлой... Нет, две недели назад регистрировал себе новый аккаунт на Амазоне со своей новой американской компанией. И весь этот процесс занял у меня чуть больше, чем 24 часа. То есть я заполнил заявку, и мне уже пришло письмо чуть более через 25 часов, чтобы что все, вы можете ваш аккаунт активировать или как-то там вот. Ну, в общем, approve прошел. Соответственно, я не вижу никаких преград для продавцов из наших стран сделать то же самое, и у вас будет аккаунт, у вас будет все хорошо и нет никаких проблем. Опять же, если надо позвонить на Амазон, то вы можете кого-то найти и сделать американские телефоны, позвонить на Амазон, сказать «слышь». То есть, на самом деле, все эти вопросы от американца решаются значительно проще. Когда я торговал, это было примерно год назад, я сидел на горячей линии с Амазончиком, ну, с поддержкой Амазона регулярно. И решал эти вопросы очень быстро. То, что пишется у нас сообщество, чем не могут решить вопросы, решается по звонку, просто нужно поговорить. Представляется, что ты там президент такой американской компании. Вот. И что еще один большой плюс, который заметил не только я, замечали многие, это листинги двигаются у американских компаний, у продавцов, у американских продавцов несколько быстрее, чем у листинги каких-то китайцев или других. Я не знаю, с чем это основано, но есть такие наблюдения, и я думаю, что этому стоит верить. В серии разрушителей этих мифов, легенды. Ну, не знаю, я ничего не могу сказать, не пробую. Ну, не знаю, ну, я просто со многими разговаривал, мне говорят, ну, ты же в Америке, у тебя там листинки проще двигаются. Ну, есть, ладно, в общем, это не суть важна. Кто-то хочет, кто-то может верить, кто-то не верит. Дальше. То есть мы говорим про плюсы, да, может быть, кто-то, каждый для себя добавит свои плюсы и, соответственно, уже будет принимать решения на это основе. Поговорим теперь про непосредственно корпорацию. Что нужно знать? То есть очень частый вопрос, люди, наверное, не могут найти, в чем разница между LLC и C-Core. То есть есть те, кто предлагают открыть в Америке LLC, это Limited Liability Corporation, то есть это объясню как. И C-Core. То есть главное различие, чтобы вы понимали, LLC это на русский манер, это некое ИП, в котором, несмотря на какую-то деятельность, то есть вы занимаетесь какой-то деятельностью и вы получаете доход. Вот весь этот доход автоматически в LLC идет как прибыль его хозяек. Для того, чтобы понимать, да, в чем разница. C-Core, вся прибыль идет прибылью компании. Соответственно, если прибыль, в первом случае, LLC одного человека, и какие у вас могут быть расходы? Ну, может быть, вы там потратили что-то на себя, там, на передвижение, на аренду офиса, на какие-то свои, на свой узкий круг расходов, то в C-Core, когда вы открываете, у вас возможных потенциальных расходов может быть больше, чем любого уровня доходов. Не важно, сколько вы заработали, там, пришло у вас там 100 тысяч долларов. А LLC списать 100 тысяч долларов в расходы крайне сложно. Но нету столько расходов вы не придумаете. Там категории даже нету такого количества расходов. При этом C-Core позволяет не только оплачивать расходы компании, но и ввести разные расходы в разных странах. Ну, допустим, вы там в Украине, вы можете списывать C-Core расходы на передвижение, на самополеты, промпозы, пароходы, на аренду гостиниц в случае, если вы куда-то ездите, на вообще на все, что угодно. То есть на сегодняшний день даже мои американские друзья, у кого есть американские компании, открывают именно чаще всего C-Core для того, чтобы, ну, то есть из 100 тысяч долларов они показывают, что они заработали тысячу долларов прибыльно. Все остальное списывается в расходы для того, чтобы не платить налоги. Да, это может быть не самый патриотичный метод, но это деньги. То есть что вам лучше, что вам приятнее и удобнее, то сами выбирайте. Мы не открываем LLC. Опять же, я объясню, то есть я объяснил причину, почему лучше C-Core. И второе, мы не открываем LLC, потому что сразу возникает вопрос, где у хозяина этой LLC Social Security Number. То есть Social Security это основной номер налогоплательщика и по идее, ну, то есть налоговый сразу спрашивает, как будет этот человек платить налоги, потому что прямая связь между открытием компании, LLC и сразу налогообложением. С первого дня налогообложение налогообложение на физическое лицо. Здесь я это объяснил понятно. Денис, у тебя есть какие-то вопросы здесь, нет? Нет, вопросов нет, все понятно. Есть вопросов нет. Окей, перейдем дальше. Дальше всем компаниям для торговли на Мазур нужно две вещи. Ну, и как минимум одну вещь. То есть нужно сделать Sales Tax. Sales Tax платится на все продажи. Единственное, что до тех пор, ну, то есть даже я впервые разговаривал с бухгалтером, американские законодатели не пришли к обоюдному решению по уплате Sales Tax. На сегодняшний день все остается на прежнем уровне. В каком штате открыта компания и только в этом штате, с продаж только в этом штате вы платите налоги. То есть мы открываем, допустим, компанию в Джорджии. И все продажи в штате Джорджия облагаются Sales Tax. Все продажи в других штатах не облагаются. Да, возможно, в смысле не облагаются Sales Tax в других штатах. Да, возможно, эта ситуация изменится, но это изменится на законодательном уровне и никто не имеет права обязывать до того, как мы приняли в соответствующем законодательстве. Это вот что касается Sales Tax. У нас очень достаточно низкий Sales Tax от 6 до 7% на продажу. То есть как считать Sales Tax, ну, это я потом уже объясню. По факту это берется общая сумма продаж по штату Джорджия, делается отчет, репорт на сайте Амазона и считается с 1000 долларов там 6.25 или что-то оплачивается и забывается про все другие проблемы, про все другое налогообложение. Так. Дальше. Есть еще одна бумага, которая, конечно, не разрешает заниматься дропшиппингом. Меня спрашивали, можно ли заниматься дропшиппингом. Нет. То есть есть такая бумага, которая называется Resale State Certificate. Resale State Certificate подтверждает, что вы не обязаны платить налоги с тех товаров, не обязаны платить вот этот самый Sales Tax налог с тех товаров, которые вами были перепроданы, потому что с них уже по умолчанию уже выплачен налог. То есть для того, чтобы было проще понятно, берем какой-нибудь автосервис, где ремонтируется машина. Вот этот автосервис покупает за счастье и поток продает своим клиентам. По факту. Соответственно, при продаже этих товаров клиенту, при ремонте их автомобилей, вот этот Resale Sales Tax, он не уплачивается. Потому что, ну, собственно, не первого рода. Соответственно, если вы хотите, ну, если вы, допустим, занимаетесь дропшиппингом или онлайн-арбитраж, то это полезно. Мы делаем это с и большую часть соответствующих налогов по Sales Tax вы вообще не платите. То есть понятно, да, что из 50 штатов мы платим только в одном штате, только в Джорджии и Sales Tax. И из этих товаров, если они были произведены на территории США и куплены в США, то мы можем еще и через Resale списать, то есть вам вообще будет копейка. Опять же, есть вопросы по поводу того, что в каком штате мы лучше открывать. Я придерживаюсь мнения, что лучше здесь вопрос нужно решать не в каком штате, а с каким бухгалтером. Потому что умный бухгалтер на вес золота просто. Мы занимаемся, я занимаюсь этим уже сколько? Три года. И это мое мнение. Конечно, можно уйти на какие-то онлайн-сервисы, которые помогают сделать налоги, но это нехорошо. То есть вы потом пожалеете и таких людей, которые уже пожалели, их достаточно много. Да, они, может быть, сделают это дешевле, да, они, может быть, еще что-то, но у них нет никакой заинтересованности в решении ваших проблем. И они отвечают порой очень долго. И когда вы будете сдавать налоги, вот у меня один человек позвонил мне и говорит, слушай, мне тут открыли компанию где-то в Ниджерси, что ли. Открыл компанию через онлайн-сервис такой. Он мне теперь просят адрес, мне нужен теперь адрес, а эта компания не предоставляет. Что мне сделать? И, на самом деле, если у вас нет знакомых в штате Ниджерси, которые вы открыли компанию и которые могут вам предоставить этот адрес, то по факту шансов нет. Ну, приезжайте и открывайте, арендуйте какое-то помещение и получайте свой адрес. Не все сервисы онлайн это делают, мы это делаем. И моя задача именно помогать решать любые проблемы, любые факапы, которые связаны с позором. Дальше. Соответственно, мы переходим к вопросу, плавно переходим к вопросу юридического адреса и utility view, про который очень часто спрашивают. Вот здесь, опять же, возникает несколько вопросов. То есть по закону юридическим адресом может быть и адрес домашний, где человек проживает. Фактически всем компаниям, которые я регистрирую, я придаю для начала свой личный домашний адрес. Сюда приходит бумага из АРС о том, что поздравляем, Вася Купкин, вам зарегистрирована компания, какая-нибудь там, рога и копыта, и там написан адрес. То есть по закону мы ничего не нарушаем, и на одном адресе может быть зарегистрировано, хоть на домашнем, может быть зарегистрировано или десятки, пятьсот компаний, и никто никогда не спросит, почему. Вот, опять же, но что здесь делать с Амазоном? Здесь вот следующий вопрос. Если Амазон увидит, что множество компаний по одному адресу, то он их может посчитать аффилированными друг другу, а это все равно, что создать два аккаунта одного человека с одними паспортными данными. Здесь надо решать этот вопрос. Опять же, есть несколько путей решения. То есть первый путь – мы можем сделать адрес. Нет, я на днях сегодня как раз читал случайно по этому поводу. Человек написал то, что типа юридически, если разные бренды, можно Амазон, уведомив, получить, соответственно, отдельные аккаунты. Никаких вроде проблем нет. Но это, говорю, надо на Амазон позвонить, потому что бренды же все равно разные будут, они одинаковые. Ну да, ну то есть можно связаться с Амазоном. Да, лучше уточнить. Да, если с юридической точки зрения смотреть, то бумага из IRS – это самая лучшая utility bill. Ну, понятно, что utility bill – это типа за свет заказ, но Амазону важно понимать, для чего он это все запрашивает. Для того, чтобы подтвердить адрес той компании или того человека, где он находится. То есть бумага из IRS, которая пришла вам по адресу, самая лучшая utility bill. Есть другой вариант, опять же, который мы рассматриваем. Мы можем сделать PiaBucks. PiaBucks – это серийная ячейка на почте. То есть мы ее открываем, и у вас сразу появляется адрес с вашим PiaBucks. Такие PiaBucks есть, по-моему, у всех компаний более-менее среднего и даже малого уровня, потому что это очень удобно с точки зрения получения корреспонденции. Все приходит, и оно никуда не теряется. Поэтому это вот второй вариант. Опять же, мы можем заключить договор от имени вашей компании на этот PiaBucks, и это, опять же, может рассматриваться как utility bill. Нужны какие-то другие варианты? Давайте подумаем. Ну, допустим, я не знаю, затосвет. Ну, могу я вам дать свою копию квитации. Сделайте Photoshop. Конечно, не очень хорошо, но если есть какие-то другие идеи, то мы можем, опять же, все порешать. Дальше. Что касается налогов, оформления, сопровождения, я на связи практически 24% за исключением времени на сон. И все вопросы, все факапы мы решаем очень быстро. Могу позвонить, если кому-то, если надо, там, Amazon или какие-то вопросы порешать. То есть это мы все делаем. Кроме того, что ведем все налоги грамотно и серьезно. Я всегда на связи со всеми процессами. Так, и ведем, решаем открыто, ну, стараемся решать все вопросы, которые могут возникнуть с Amazon или еще с кем-нибудь. Вот. Это, в основном, все, что я хотел сказать про открытие компании. Денис, у тебя есть сейчас какие-то вопросы или я перейду к вопросам? Давай к вопросам, потому что мы же с тобой сколько раз это обживали. Вопросы возникнут тогда, когда по эмиграции, по этим, то есть к второй теме, когда перейдем. Ну, сейчас к второй теме мы перейдем чуть больше. Ну, я и говорю. Так, вот я записал вопросы, которые здесь возникли. Можно ли самому открыть компанию без поездки в штат? Система пошагового открытия компании. Можно открыть компанию самому. Вы можете взять телефон. Так один человек сделал. Он позвонил напрямую в АРС и сказал, что, слышь, я хочу зарегистрировать себя как индивидуального предпринимателя. И они ему в Украину отправили письмо, в котором написан его ИИ. Он мне долго пытался объяснить, что это его личный налоговый номер, но по факту это ЕИН организации, которые ему открыли непонятно в каком штате и без формы собственности. То есть ни LLC, ни СИКОР ему присвоили индивидуальный налоговый номер, электронный налоговый номер, который должен теперь приобрести форму какого вида корпорации. В случае, если он этого не сделает, то этот налоговый номер будет также аннулирован. Мы разговариваем с бухгалтером, просто забудьте об этом. Просто не занимайтесь такими вещами, потому что потом вы сами на себя обретете проблемы. У нас здесь в Америке каждый бухгалтер имеет свою федеральную лицензию на оказание бухгалтерских услуг. И чтобы получить эту лицензию, нужно пять лет учиться. И без этого, ну не надо этого делать. Хотите, флаг вам в руки, занимайтесь, пожалуйста. А в чем смысл? Вот я никак не могу понять. Вот ты вот все время говоришь, то есть это тупо экономия 100 долларов, что ли? Там разговор-то, я понимаю там… То есть это экономия вот этих денег, которые мы берем за регистрацию. Сколько вы берете за регистрацию? То есть несколько сотен долларов, правильно? Мы берем 600 долларов. Понятно. Дальше поехали. Ну, то есть схема пошагового открытия. Позвоните в ARS или зайдите на сайт ars.gov, по-моему, это называется. И там, в принципе, все написано, что вы можете открыть самостоятельно. Те остальные вопросы к вам придут мгновенно, и вы будете их решать без нашего участия, потому что мы помогаем только по штату Джорджия. Опять же, есть люди, которые, ну, говорят, что… А кто? Помогите нам найти бухгалтера. Я сразу спрашиваю, в каком штате? И люди не понимают, а как же, ну, по принципу же, как там в России… Ну да, да, у нас любой бухгалтер в 1С все равно работает. Да. А здесь, в Америке, каждый бухгалтер специализируется только на одном штате. Безусловно, лицензия федеральная, но в каждом штате есть огромное количество внутренних законов. Не говоря о том, что в каждом штате и районе даже селс-такт разный. Еще есть куча законов, которые регламентируют деятельность внутри того или иного штата. Поэтому лишний геморрой, он настолько не нужен. То есть лучше взять какую-то узкую специализацию, в данном случае один штат, да, и знать об этом все. Ну, то есть все 50 штатов в законе невозможно. Просто. Есть те, кто специализируется, не более того. Дальше. Следующий вопрос. Можно ли один личный аккаунт встроить на фирму? Можно ли как-то на счет одной фирмы выводить со множества аккаунтов? Как это выглядит? Какая схема? Это вопрос, опять же, по Амазону, не по открытию фирмы. То есть при открытии фирмы по большому счету без разницы. Я рекомендую связаться с Амазоном или по телефону, или отправить им имейл и спросить у них, можно ли при каких-то обстоятельствах. Потому что, ну, аффилированные аккаунты, это нужно, насколько я знаю, всегда с разрешения Амазона. Я правильно говорю? Да, ну, я говорю, вот я на днях как раз... Ну, информации разной много было. Я управляю аккаунтами всеми, чьи из юзер-пермишен. При условии, что у меня, бывало, блокировались, банились аккаунты... Ну, не банились, а успенделись аккаунты, и все остальные жили одинаково. То есть на данный момент у меня, по-моему, 15 аккаунтов. Это моих личных, которые я управляю. Не случайные взятые иногда посмотреть, а именно мои личные. Это я уже делаю, как минимум, два года у меня. То, что делать именно заходить с одного айпишенника на разные аккаунты, потому что у меня все равно есть нюансы, потому что через юзер-пермиш некоторые вещи я не могу изменить. Вот. А с одного айпишенника, например, в разных браузерах, разные, например... Ну, то есть разные пароли, разный заход, как с домашней странички. Я так не делал, то есть мне такого нет. Вот недавно я смотрел, человек написал, что спокойно можно... Ну, раньше можно было, если разные товары, ну, например, товар для взрослых, товар для детей. Написал, разрешение спросил, получил, работаешь. Бывает ситуация, одинаковая айпишник, например, с соседями. Ну, просто соседние квартиры и там, и там делают. Тоже у меня были ученики, там так делали. Вот. Но это переписывались вплоть до бизнеса, то есть это целый геморрой. Вот. Именно если разные группы товаров, если разные бренды, так делается, насколько я знаю, достаточно легко и просто. Но сам лично не делал. В принципе, все. То есть для американского бухгалтера, по большому счету, без разницы, сколько у вас аккаунтов... Именно хотел уточнить. Не официальные торговые марки, а просто ваши шильзики, которые находятся на товаре. Вот. Ну да, да. Написал этот называется зеленым, этот называется оранжевым, а этот острым называется. Вот у вас три разных бренда, разные три магазина. Вот. То есть даже я видел человека, именно таким образом это делал. Ну, в общем-то, думаю, что мы ответили на этот вопрос. Следующий вопрос. Открытие компании банковского счета на нерезидент. Юридический адрес, стоимость бухгалтера налоги. По всем стоимостям мы скинем, там и у Дениса будет файлик, в котором написаны все наши услуги, сколько это стоит, сколько сроки и так далее. Думаю, что мы не будем сейчас уделять этому времени. Открытие компании банковского счета на нерезидента. После, отвечу один раз, чтобы все запомнили, если вам кто-нибудь скажет, что это не так, то смело бегите от него. После события сентября 9.11, когда были взорваны башни-близнецы, было принято решение о том, что без личного присутствия руководителя компании открытие счетов в американских банках запрещено. То есть, это нельзя, в принципе, сделать по закону. Ну, легально, короче, нельзя сделать. Да, легально. Ну, конечно, нелегально, тут и наркотиками торговать, наверное, можно. Ну, у меня просто есть примеры, люди реально это делают. Реально моим друзьям это делали. Я тебе говорил, даже несколько примеров разных. Ну, хорошо, это под личную ответственность того сотрудника банка, который это сделал. Потому что в случае, если это будет выявлено, это может быть очень серьезной проблемой для всех. Но есть, по-моему, это протокол какой-то номер 9.11. Так он называется, что нельзя в том числе открывать счета в американских банках без личного присутствия. Это делается для того, чтобы не отмывались деньги, полученные поступью. Вот. Дальше уже, ну, опять же, если это можно сделать через какого-то сотрудника банка, да, это прикольно, но будьте осторожны. Следующий вопрос. При расчете налогов, что является доходом, нет подкингом и учитывается еще затраты на закупку. Обязательно ли закупать через эту фирму, чтобы затраты были учтены, если они считаются? При расчете налогов учитывается ваша прибыль или продажа, как мы говорили про sales tax. Я говорил, поэтому возвращаться к этому не буду. Остается только налог на прибыль, а прибыль – это доходы минус расходы. Уплачивается оно один раз в год, и мы рекомендуем не доводить до каких-то больших сумм, делать 100 долларов в год. Получили прибыль на 1000 долларов в год, с них заплатили 27 процентов, заплатили налогов на прибыль и, собственно, расслабились, все счастливы. Налоговые счастливы, что вы заплатили, а вы счастливы, что у вас все красиво. Поэтому, что касается учитывания затрат, которые были, рекомендую каждому завести папочку, в которую вы будете складывать любые затраты, которые могут быть отнесены к затратам компании. Давай, к примеру. Я вот для себя купил ноутбук. Я в Саратове. Я купил бензин заправился. Я полетел в Москву. Я полетел на отдых. Ну, я не знаю, не на отдых там, не важно, какую-то страну другую. Это можно преподнести. Я полетел один, я полетел с семьей. В этой фирме я являюсь учредителем. То, что мы еще-то забыл сказать, что оформляя фирму желательно, чтобы с меньшим геморроем, один человек является и директором, и бухгалтером там, ну, то есть всем. Соответственно… Да, там есть три категории, да. Чтобы было меньше геморроя, лучше один человек или муж женой. Хорошо, хорошо. Предположим, два варианта. Первый вариант – я являюсь этим человеком, то есть моя компания, и я, соответственно… Ну, естественно, бензин, компьютер и все остальное я могу на человека, хозяина этой фирмы. А предположим, я полетел, я летаю, то есть оформляю… Ты полетел куда? Ты полетел в какую-то страну. Да, да, до Москвы хотя бы, не важно, куда там. В Самару там, я не знаю, в Америку. Полетел на самолете, и там в билете написано, что полетел конкретно Денис, а не там, я не знаю, жена, на которой оформлена эта компания. То есть вот два варианта. Рассмотри, пожалуйста. Тот вариант, когда я являюсь этим собственником, и что я могу списать? Ну, хотя бы так, на вскидку. И если я не являюсь, и я не являюсь сотрудником, то есть какой я связь вообще имею? То есть… Алло. Алло. Алло, алло, алло. Так. Связь потеряна, что ли? Ай, ё-моё. Так. Сейчас извиняемся. Что-то… Что-то пошло не так. На самом интересном месте. Дима нет. Так. Ай да. У нас всё ёпечит бяке. Ай я и оставлю всё. Ай да. Так у нас всё вот. У нас всё всё. У нас всё всё. У нас всё всё всё. Продолжение следует...